Чимабоя Чимабоя – один из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Настоящее имя Ченни Дипепо. Чимабоя – прозвище, означающее «быкоголовый», получил за несговорчивый характер, за упрямство. Жизнеописание художника в озаре начинает так. Нескончаемым потоком беса, затопившим и низвергшим в бездну несчастную Италию, не только были разрушены памятники архитектуры, которые по праву таковыми могли именоваться, но, что еще существеннее, как бы уничтожены были совершенные все художники. И вот тогда-то, по воле Божьей, и родился в городе Флоренции в 1240 году, дабы возжечь первый свет искусства живописи Джуванни по фамилии Чимабои. Из благородного рода тех времен Чимабои. Когда же он подрос, отец, да и другие признали в нем прекрасный и острый ум, и для усовершенствования в науках он был отдан Санта-Мария-Новелла к учителю, его родственнику, обучавшему тогда грамматики послушников этой обители. Однако Чимабои чувствует там увлечение своей природой, вместо того, чтобы заниматься науками, проводил весь день за рисованием в книжках и на всяких листочках людей, лошадей, построек и всего, что только ему не приходило в голову. Этой склонности его натуры благоприятствовала и судьба. И вот тогдашними правителями Флоренции были приглашены несколько живописцев из Греции именно для того, чтобы вернуть Флоренции живопись, скорее сбившуюся с пути, чем погибшую. Флоренции Наряду с другими работами, заказанными им в городе, они начали капеллу Гонди. Своды и стены Коя ныне почти целиком повреждены временем, что можно видеть в Санта-Мария-Новелла рядом с главной капеллой, где капелла Гонди и находится. А Чимабуи, который уже начал заниматься, привлекавшим его искусством, частенько убегал из школы и простаивал целыми днями, наблюдая за работой названных мастеров. В конце концов, и отец, и живописцы эти признали его настолько способным к живописи, что, как они надеялись, можно было от него ожидать заслуженных успехов, если посвятить его этому занятию. И к немалому его удовольствию, отец его заключил с ними соглашение. Постоянно таким образом упражняясь, он получил и от природы такую помощь, что за короткое время намного превзошел как в рисунке, так и в колорите манеру обучающих его мастеров. Жизнь и описание в Азари написано через 300 лет. Достоверность сведений, им изложенных, сомнительна. Документально подтвержденных фактов о Чимабуи практически нет. Известно, что в 1272 году он был в Риме. В 1296 году Чимабуи расписывал храм в Асизе. К самым известным произведениям Чимабуи относятся работы, авторство которых не вызывает сомнений у специалистов в области искусства. Все они заслуживают отдельного упоминания. Распятие для церкви Сан-Доминико Варетсо – первое произведение нитеративно-прикладного искусства эпохи протуренессанса, в котором отчетливо замечен отход мастера от византийских традиций живописи. Христос изображен в экспрессивной манере и наделен чертами не только божества, но и человека. Картина «Осмеяние Христа» – единственная картина мастера, когда-либо проданная с аукциона. Рекордсмен по цене среди произведений искусства эпохи протуренессанса – 19,5 миллионов евро. Миниатюрная картина была случайно обнаружена в квартире 90-летней француженки и вызвала огромный интерес покупателей на аукционе. Фрески церкви Сан-Франческо-Вассизии 1280 года – масштабное произведение искусства, которое в наши дни находится в плачевном состоянии. Уникальные росписи потемнели от сырости и окисления, за исключением небольших отдельных участков. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Несколько раньше, чем была исполнена Мадонна Ручелаи, Чимабуэр трудился вместе с другими мастерами над украшением фресковой живописью Верхней и Нижней церкви монастыря Святого Франциска в Осизи. Но за исключением Мадонны с четырьмя ангелами, написанной несомненно им в Нижней церкви, теперь трудно решить, какие именно из тамошних фресок принадлежат ему. Судя по манере исполнения, можно приписать ему более всех остальных лапзаний Иуды и положения в гроб, к сожалению, пострадавший до такой степени, что содержание их едва различимое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последние годы жизни художник провел в Пизе. Последний документ фиксирует пребывание художника в Пизе в 1301 году, где руководил работами по созданию мозаичных панно в местном городском соборе. Соответственно, его смерть датируется не ранее 1302 года, но точная дата и причина смерти для потомков до сих пор остается неизвестной. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok